Еще утром 11 февраля курсы валют обменных пунктов Кустаная были самыми обычными. Доллар покупали за 155,5 тенге, продавали на 1,5-2 тенге дороже. Но уже к середине дня картина полностью изменилась. Продавать доллар стали намного дороже. Этот вторник многие казахстанцы запомнят надолго. В этот день многие обменные пункты закрылись. Продуктовые магазины и центры бытовой техники также закрываются на переучет. Более того, интернет-ресурсы этих магазинов были некоторое время заблокированы. Даже здесь не обошлось без креатива. В этот день подсчетом убытков занималась и кустанайская компания «ОСП Компьютерс». Можно с уверенностью сказать, что такие компании, как наша, уже начинают терпеть убытки в районе 20%. То есть утром наши поставщики пока временно приостановили отгрузку товара. В связи с тем, что просто не было понятно, по какой цене его отпускать. Ближе к вечеру поставки возобновились по курсу, установленному Нацбанком. Мы работаем в прежнем режиме. То есть завтра наши двери будут открыты также. Но сейчас уверенностью сказать, будут ли цены прежними, пока не представляется возможным. Падение тенге обозначилось после завершения торгов на казахстанской фондовой бирже. В это же время Национальный банк Казахстана распространил свое заявление. В сообщении сказано о том, что тенге отпустили в вольное плавание. Национальный банк Республики Казахстан принял решение отказаться с 11 февраля 2014 года от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. Национальный банк предполагает, что новый уровень обменного курса будет находиться около 185 тенге за доллар США. По подсчетам экономистов, рост в сравнении со вчерашним курсом произошел на 19%. Эксперты считают, что причин у Национального банка принять такое непростое решение было несколько. Во-первых, США стали привлекать инвестиции в свою экономику. Во-вторых, на девальвацию тенге повлияла нестабильность российского рубля. В-третьих, это состояние платежного баланса Республики Казахстан. Несмотря на то, что счет текущих операций остается положительным, наблюдается рост импорта, главным образом за счет импорта потребительских товаров. В целом, в течение года от данного шага макроэкономика Казахстана будет испытывать только позитивные эффекты. Но, к сожалению, экономика не складывается только из макроэкономики. Есть еще микроэкономика, это уровень фирм, уровень домохозяйств, то есть людей. И здесь есть определенные, скажем, вопросы. То есть долларовые кредиты, соответственно, большее давление будет на них и на фирмы, имеющие долларовые кредиты. Поскольку курс изменился, соответственно, они в национальной валюте подорожали. Андрей Коваль также отметил, что некоторое время будет идти спекуляция. Другими словами, создается ажиотажный спрос. Нацбанк установил курс 185 тенге за доллар в США, а на деле в обменных пунктах он превышал 200 тенге за единицу. Здесь Коваль рекомендуется не предпринимать никаких действий, без крайних на то причин. Есть возможность подождать, посмотреть, что будет дальше. Возможно, курс откорректируется и в этом же коридоре, который говорил Нацбанк, то есть 185 плюс-минус там 3 доллара, 3 тенге будет курс стоять. По официальным данным, в результате корректировки обменного курса произойдет улучшение конкурентных условий для отечественных товаров и для предпринимателей, работающих в экспортных и импортозамечающих отраслях экономики Республики Казахстан. Отечественные товаропроизводители будут иметь возможность сегодня заместить, и то, что мы говорили о ценах на наших прилавках, очень важный момент, о том, что сегодня производственные мощности казахстанские компании позволяют, но мы говорили о том, что в рамках и конкуренции, которая сформировалась, и формируемого нашими большого экономического пространства и таможенного союза, имеют сегодня все возможности, я думаю, что это дополнительно к тому, чтобы вернуть наши исконные ниши и для того, чтобы действительно произошел нормальный процесс импортозамещения. Сегодня премьер-министр Республики Казахстан Серик Ахметов заявил, что правительству Казахстана и Национальному банку следует принять меры по недопущению ажиотажа и роста цен на товары первой необходимости, а председатель Нацбанка Казахстана Кайрат Килимбетов в свою очередь обещает отозвать лицензию у обменных пунктов за манипуляции с курсами. Хамзан Урписов, Александр Стаканов, Артем Матвудмен и Артем Грапов, РТН.